Еще раз добрым утром, дорогие друзья! Вы на первом развлекательном. Мало кто знает, но массаж стимулирует выработку эндорфинов, поэтому материнские объятия могут помочь уменьшить боли у ребенка. Часовой массаж благотворно влияет на организм так же, как 7-8 часовой сон. Массаж может быть самой старой формой медицинской помощи. На рисунках египетской гробницы Акматора, датируемой 2330 годом до нашей эры, также известной как гробница врачей, изображено двое мужчин, которым делают массаж ног и рук. Юлий Цесарь делал массаж каждый день для лечения своей эпилепсии. Гиппократ, отец современной медицины, широко пропагандировал использование массажа. В Древней Греции олимпийские атлеты делали массаж после тренировок. Служители, которые выполняли этот массаж, были очень хорошо осведомлены о мышцах и их биомеханике во время физических упражнений. Они могут считаться самыми первыми спортивными массажистами. В 1996 году массаж официально был впервые использован в качестве основного медицинского обслуживания на Олимпийских играх в Атланте. Итак, на дворе осень, приближается уже зима, холода. Как защитить свою спину и может ли в этом помочь нам массаж? Об этом и о многом другом поговорим мы сегодня с нашим гостем. И в гостях у нас Борис Гаммер, а он всем известен. Преподаватель тайского медицинского массажа Ассоциации массажистов и реабилитологов Молдовы, глава Международного отдела Национальной Федерации массажистов России. Борис, доброе утро. Доброе утро. Кто делает массажистом массаж? Первый вопрос. Первый вопрос. Массажисты, как правило, это сапожники без сапог. У них не остается просто времени на себя и на свое здоровье, ввиду того, что постоянно заняты либо помощью другим, либо саморазвитием. Потому что массаж – это такой вид деятельности, который требует постоянной учебы, постоянного совершенствования, постоянного развития. Сколько лет массаж в твоей жизни присутствует как в профессии? С 2003-го, наверное. Вот вы сами, Борис, сказали, что время уходит на помощь другим. Насколько больше времени необходимо на помощь другим? То есть насколько чаще обращаются люди за медицинской массажной помощью в холодный период? И, может быть, почему? Массаж, медицинский массаж, он, как правило, выступает не только как средство лечения, но, как вы верно заметили, это и замечательное средство профилактики заболеваний. Поэтому межсезонье – это как раз тот период, когда особенно силён поток пациентов. Людей, которые следят за своим здоровьем, для которых понятие здорового образа жизни – не пустое место, они понимают, что вот этот вот переломный момент в межсезонье – организм очень подвержен заболеваниям, скажем так, недомоганиям, ну и различного вида патологии. Поэтому, конечно, люди, которые за собой следят, они всегда, особенно в этот период, стараются записываться. Знаешь, среди моих знакомых есть огромное количество людей, которые делают массаж практически каждый день. То есть у них вот встали, почистили зубы, съездили к массажисту. Это очень нормально. Какие богатые у тебя, значит, нет смысла. Серьёзно. Причём они, я бы не сказала, что многие из них прям богатые люди. Вот я… А есть ли вообще в этом смысл? Каждый день делать массаж смысла нет. Несколько лет? То есть там бывают перерывы в несколько недель? Нет смысла? Нет. Есть смысл либо делать массаж курсами, скажем так. Курс? Сколько включает себе нормальный полноценный курс? Ну, 15, 20, 30. В зависимости от… В зависимости от проблем. Да, да, да. Ну, если это чистая профилактика, ну, 15, 10, 15, да, это, в принципе, это классическая схема. Но терапевтический массаж, лечебный, если у тебя действительно какая-то серьёзная проблема с опорно-двигательным аппаратом, тем более не имеет смысла делать каждый день. То есть он делается, ну, скажем так, сутки через двое. То есть два раза в неделю. Вот это объективно вот то, что действительно может помочь. Два раза в неделю лечебный массаж при травмах опорно-двигательного аппарата. Ну, и уже по продолжительности там как получится. Какие виды массажа сегодня, да, вот в современном мире сейчас особенно актуальны? Вот к вам приходят и говорят, мы хотим вот такой-то массаж. Есть самый популярный? В интернете прочитали? Да, и хотим. Хотим испробовать? Вы понимаете, массаж, он есть один, вот, в моём понимании. Он медицинский. Всё остальное, что обзывается и называется, это всё особенности медицинского массажа в том или ином направлении. Особенности медицинского массажа в спорте, особенности медицинского массажа в профилактике, особенности медицинского массажа в тайской традиции, особенности медицинского массажа в индийской традиции, в различных народах мира. Но это всё его величество – медицинский массаж. Именно поэтому мы настаиваем на медицинском образовании практикующих массажистов. Совершенно верно. К примеру, в России деятельность массажистов без медицинского образования запрещена. И, на мой взгляд, это правильно. В нашей стране мы разделяем немножко момент профилактического массажа и момент терапевтического массажа. То есть профилактикой могут заниматься ребята без медицинского образования, потому что там не требуется очень сильно глубоких знаний. Но, тем не менее, желательно все-таки, конечно, наличие медицинского образования. А вот, знаешь, другой вопрос возник. Вопрос выбора массажиста – это, да, понятное дело, что обязательно нужен специалист. А вот мужчина или женщина, у кого все-таки это лучше получается? Очень хороший вопрос. То есть сила в мужских руках, или иногда просто чудеса вытворяют женщины, которые знают, что, где, как. И да, что, где, как. На этот вопрос уже ответ давно известен. Да? Как говорится, да. Лучшие массажисты – это мужчины, лучшие массажистки – это женщины. Ага. Все, никого не обидел. Как быть с так называемыми, да, в народе хрониками, которые каждую, каждые холода, а наступают они, как правило, осенью, да, и заканчиваются весной, вот в этот период они действительно страдают. И из-за нехватки времени они наплевательски относятся к этой проблеме. К чему это может перевести? И, может быть, как-то сагитируете людей следить все-таки за этой проблемой, за решением этой проблемы, если из года в год они страдают от боли в спине, они простужают ее? Знаете, для того, чтобы поговорить об этом более комплексно, можно разобрать, что такое иммунитет в целом. Это очень сложный комплекс понятий. Мы все привыкли, а, иммунитет, что-то такое абстрактное, пришел в аптеку, еще попросил каких-то иммуномодуляторов, которые совершенно точно не работают и даже не надо. Но очень дорого стоят. Очень дорого стоят, но это ответ на запрос рынка. То есть человек просит. Ему дают. Ну, ладно. Мел. Ну, ну, не надо. Потому что иммунитет, он, это, повторюсь, сложный комплекс понятий. Он бывает врожденный, бывает приобретенный. Врожденный или видовой, допустим, он делится на абсолютный и относительный. То есть, что имеется в виду абсолютный? Это значит, что человек никогда не заболеет чумкой. Понимаете? Или никогда не заболеет чумой крупного рогатого скота. Точно так же крыса никогда не заболеет множеством человеческих инфекционных заболеваний. Это признак, который наследуется и генетически, вместе с ушами и хвостом. А приобретенный иммунитет, он бывает естественный и искусственный. Вот. Естественный приобретенный бывает активный и пассивный. Искусственный тоже бывает активный и пассивный. Вот. Естественный, он с молоком матери передается, это пассивный. Тот, который мы приобретаем, переболев болезнью, это активный. Искусственный, активный, это прививки и вакцины. Мы отходим более комплексно, вы не переживайте. А пассивные – это сыворотки. И тут все дело в том, что каждая составляющая иммунитета должна работать правильно. Если что-то там выбивается, если мы только занимаемся закаливанием, спортом, массажем и все остальное забываем, получается, как мы шапку надели, а ноги отморозили. Понимаете как? Без парков, но в шляпе. Совершенно верно. То есть делаем прививку от гриппа, правильно питаемся, умеренные физические нагрузки и массаж. Умеренность – это краеугольный камень здорового образа жизни. Умеренность питания, умеренность физических нагрузок и периодический массаж. Это три кита здорового образа жизни. Периодически это нужно подчеркнуть? В межсезонье это особенно важно. Периодически. Вот мы говорим о холодном времени года и о перепаде, о смене времен года. Вот в этот период особенно тем ребятам, которые имеют какие-то там проблемы. Вот. Что делать, если проблема уже случилась? Да? Можем об этом поговорить. То есть до недавнего времени, вот до 2016 года, Всемирная организация здравоохранения и все врачи говорили, так, всё, болит спина, бегом к врачу. Вот. В 2016 году были приняты новые стандарты и рекомендации при болях в спине. Согласно которым сейчас боль, во-первых, у нас подразделяется на острую, подострую и хроническую. Острая боль – это период от 1 до 7 дней. То есть в течение недели эта боль считается, прошу прощения, от 1 до 4 недель. Это считается период острой боли. Подострая – это от 4 до 12 недель. От 12 недель уже боль хроническая, чуть-чуть меняются подходы к её лечению. Потому что боль острая и подострая, в принципе, лечится одинаково. И лечится? И лечится она. Массажем. Опять же. Понимаю. Как лечится? В том числе и массажем, совершенно верно. Вольтерен тоже лечится. Лечится медикамент. Что вам помогло? Того и придерживайтесь. Это, говорят, новые рекомендации. Но массажем лучше всего. На мой взгляд, массаж лучше. Самое эффективное средство. Почему с прессами всякой пачкать? Два раза в год. Лучше моцареллу на завтрак есть. И на массаж ходить. Золотые слова. Золотые слова подтверждает наш сегодняшний гость Борис Гаммер. Я ещё раз напомню, чтобы не ошибиться, это преподаватель тайского медицинского массажа, ассоциации массажистов и реабилитологов Молдова, а также глава Международного отдела Национальной федерации массажистов России. Спасибо вам большое, Борис. И вам спасибо большое за приглашение. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Главное, вы не болеете, я жду вас на массаж. Спасибо. Ну что ж, вот завершаем сегодняшний эфир. Передаём слово нашей коллеге Инне Смирновой и отправляемся с Аней на медицинский оздоравливающий массаж. Поехали.